Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка, развитая инфраструктура. Срок сдачи 14-этажного жилого дома – третий квартал 2012 года. Телефоны 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». В эфире канал РЕН-ТВ новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Дать городу новую жизнь. Продолжаются ремонтные и восстановительные работы в зоне бедствия. Анапа бросила все силы на помощь Крымску. Смена обстановки. На время восстановительных работ анапские здравницы принимают юных крымчан. Первая группа детей разместилась в оздоровительном центре смена. Мы продолжаем следить за событиями в потерпевшем городе Крымск из-за работы анапского штаба, развернутого там для оказания помощи и поддержки крымчанам. Возглавила штаб мэра Анапа Татьяна Евсикова. Все это время она находится там. Вместе с ней в полевых условиях ведут работу сотрудники администрации, работники службы ЖКХ, спасатели и простые анапчане. Анапский штаб координирует восстановительные работы, вывоз мусора и доставку гуманитарных грузов поадресно в каждый двор. Каждое утро руководитель штаба Татьяна Евсикова ставит задачи по работе в зоне ответственности Анапы. Напомним, что это подвергшаяся затоплению большая часть Крымска из восьми улиц. Здесь работают 10 бригад сварщиков, 5 бригад по кровельным работам, более 120 человек для расчистки завалов и вывоза мусора, более 50 единиц техники, прибывшей из Анапы. Работы не прекращаются и в ночное время. Татьяна Евсикова вместе со специалистами обходит дворы по улицам, на которых работают анапчане. Переписывается каждый дом, который нуждается в восстановлении. Записана каждая необходимая помощь жителям Крымска. Дом за домом обследовали анапчане свои подответственные кварталы. С каждой хаты все глубже проникают с болью и страданием соседнего Крымска. Вам поможем хотя бы вынести всю эту грязь отсюда, сюда складировать, видите, грозовиками вывозим. Владимир Иванович, запиши лагерная 67, адрес. Выехать надо, во-первых, взять ребят с лопатами, чтобы помогли всю грязь почистить в доме и вытащить сюда на улицу. Во-вторых, надо сейчас экспертизу, сам лично приедет сюда и проведет строительную экспертизу. Вообще дом пригоден для дальнейшего проживания или нет? Потому что тут пошли трещины, может его смысла нет вообще трогать сейчас, что завалится. Анапа будет помогать Крымску до тех пор, пока последний двор не будет вычищен, а каждый пострадавший дом не восстановлен. Восстановительные работы в Крымске не прекращаются ни на минуту. Как говорилось ранее, анапчане одними из первых пришли на помощь соседям. Власть Анапы, общественные организации, анапское районное казачье общество, предприниматели и простые жители курорта сейчас все находятся там, физически, материально и морально помогая справиться с бедой. Вместе с анапским штабом на месте работают казаки. Они отреагировали по-военному четко. Первый отряд из 200 казаков отправился в Крымск еще утром 7 июля. Меняясь на посту, казаки непрерывно помогают крымчанам. С места событий наш корреспондент Лариса Басова. Очередной автопоезд 8 тонн гуманитарной помощи отправился в Крымск от штаба Анапского районного казачьего общества. 7 числа мы ходили здесь, вытаскивали людей и живых, и неживых, следователями Следственного комитета России. Ходили, описывали, разговаривали с жителем, описывали ущерб. Люди остались в одних халатах, в одних тапочках, кто без халата вообще. Поэтому мы это все видели и знали, что привезти. Все казаки Кубани здесь помогают родному крымскому братьям казакам. Четко без лишней суеты казаки делятся на отряды. Одни развозят гуманитарную помощь, продукты и вещи по домам пострадавшим. А в это время другие расчищают завалы. Когда я увидел масштабы разрушения, я сразу поднял по тревоге весь Таманский казачий отдел. Анапа выглядела лучше всех. Они были самые многочисленные, они были обмандированы, они были готовы выполнять поставленные задачи. Мы благодарны, потому что сегодня такой трагедии, которая случилась здесь, ее за все 150-летнее существование Крымска не было. Производить спасательную работу в первый день трагедии были призваны 200 анапских казаков. Но желающих прийти на помощь соседям крымчанам оказалось гораздо больше. С транспортом были какие-то ограничения, то есть казаки некоторые остались в Анапе, с сожалению обижались на то, что им места не хватало. Да, очень много желающих было выехать на место. В центре Крымска, который не пострадал при затоплении, располагаются координационные центры МЧС. Основной пункт распределения гуманитарной помощи. Здесь делают прививки, выдают горячее питание и воду. Мы остались без ничего. Под потолок вода была. Что там могло сохраниться и в каком оно состоянии. Вот сейчас нет даже возможности не постирать, не высушить, ничего. Пол этажа, ну получается, что все уже намокло, мебель же, уже все, диваны и кровати, ничего не стирается. Естественно же, ну там подушки, одеяло. Вот здесь у меня беседка была с Милоградом полностью, вот столбы. Все это снесло у меня. Автопоезд с гуманитарной помощью Анапского районного казачьего общества направился в самый пострадавший район. Вода, выйдя из русла реки Адагум, сносила на своем пути все. На своих огородах люди находят даже холодильники и мебель соседей. Первый удар приняла улица Советская. По ней шел основной поток. На улицу Луначарского на подворьях долго не сходила вода. Ее откачивали пожарные насосы. Автопоезд с гуманитарным грузом из Анапы остановился на улице Короткой. Масштабы разрушений в Крымске еще до конца не оценены. Но люди здесь остались без элементарного, без постельных принадлежностей, мебели, без сахара, без соли, без воды. Но помощь приходит. Городское Анапское и Юровское хуторское общество на этот раз привезли около 10 тонн гуманитарной помощи. Все самое необходимое, что просят люди – моющие средства, газовые плитки, постельное белье, воду, чай, сахар, соль, халаты и обувь. Местное питание у нас, два ребенка. В продуктах нету, подвозят, подвозят, подвозят. Хорошо, и хлеб, и все-то есть необходимое. То, что пережили, это, конечно, любая помощь, но все-то, кстати, большое спасибо. Конечно, когда вот так упорядочено, возят по улицам, это намного легко и проще людям. Потому что, вот представьте, мы в грязи вяжем куда-то через три квартала, чтобы взять детям воду или пищу старикам. Многие даже дойти не могут. А вот стали сегодня уже второй, по-моему, день возят. Просто благодарность всем мы выражаем. Я сердечно признателен нашему казачеству. Вот. И кланяюсь низко на землю. Лариса Баства, Андрей Страдубцев, Анапа. Регион. Крымск. На время восстановительных работ в Крымске краевыми властями было принято решение отправить всех пострадавших детей в санатории и детские лагеря черноморских курортов. Анапа откликнулась первая. Мэр курорта Татьяна Евсикова вместе с руководителями детских здравниц приняли решение взять на себя размещение нескольких сотен детей из зоны ЧАЭС. Некоторые детские лагеря уже начали принимать маленьких подтопленцев. Две группы детей, а это более 70 мальчишек и девчонок, уже принял федеральный детский центр смена. Полностью готовы к приему детей еще пять анапских санаториев. Это «Электрон», «Кавказ», «Счастливое детство», «Ака», «Восход» и другие. Сегодня на курорт прибыли еще 120 ребят. Столько же приедут и завтра. Вадим Родин встретил первую смену маленьких отдыхающих из Крымска. 48 детей на трех автобусах прибыли в федеральный детский центр смена. Это второй рейс из Крымска. Накануне сюда приехали 29 мальчишек и девчонок. Здесь они получат отдых, оздоровление и психологическую помощь. Управлением по санаторно-курортному комплексу и детскими здравницами Анапы специально были закуплены пляжные принадлежности для каждого ребенка. Дети приехали абсолютно без ничего. Вот в чем одеты и все, ничего нету с собой. Купальники, плавки, шлепки. То есть все здесь. Детям тут же раздали необходимые вещи. Каждый выбрал понравившуюся обувь и одежду самостоятельно. У многих детей подавленное состояние, поэтому в первую очередь с ребятами работали медики и психологи. Дети, конечно, которые перенесли такой глубочайший стресс, они в очень подавленном многих состоянии. Но их здесь в лагере окружили огромной заботой. Также оказать помощь крымским детям вызвались и 8 волонтеров из Мурманска. Спортсмены-футболисты, находящиеся на сборах в смене, будут проводить для детей спортивные игры. Мы с давней поры протягивали руку помощи. И когда было землетрясение в спитаке, и когда произошли печальные события в 2008 году в Южной Осетии, принимали детей и взрослых. Я думаю, что и сегодня сотрудники сделают все от них зависящее, чтобы дети чувствовали себя комфортно, уютно и быстрее были восстановлены для нормальной жизни. После медосмотра детей разместили по двухместным номерам. Михаилу Ломанову не до десяти. То, что произошло в ночь на 7 июля, ребенок запомнил на всю жизнь. Нас дядя спас. А, твой родной дядь? Да, мы проспавать не умеем вдвоем. Даже трое. Брат твой? Да, и еще сестренка. Еще сестренка, иди. А родители? Умерли. Каждый из этих детей хоть и оказался в райском уголке, но о событиях той ночи забыть не могут. С дома выбегали, уже по пояс воды было, потому что там считанные секунды, и все уже по пояс воды было. До нас не дошло, мы на втором этаже, до нас не дошло вода. Дальше у нас было все нормально. Быстро куртки схватили, побежали. У нас, мы вышли до калитки, не смогли открыть, сзади у нас водоворот был возле дерева. Мы пошли на душ, залезли, у нас душ высокий был, и мы там с собакой, и с сестрой, с мамой, папой, мы там спаслись как-то. В Анапских лагерях дети пробудут ровно столько, сколько нужно. Здесь, у берега Черного моря, у детей будет время хорошенько отдохнуть, отвлечься и набраться сил. Здесь замечательно, честно говоря. Мы приехали, нас сразу по врачам, мы обошли все. Нас поселили в комнатах по два человека, одежду привезли. Ну, хорошо, не то что там, там дома так развалило сильно. Мы там не знали, куда деваться. Нам очень тут, нас хорошо приняли, у нас замечательные вожатые, нам всем помогают. Напомним, что вчера на заседании Анапского штаба по гуманитарной помощи главой города Татьяной Евсиковой и руководителями детских лагерей Анапы было принято решение оказать всю необходимую помощь в отдыхе и реабилитации детей из зоны ЧАЭС. 36 санаториев и пансионатов курорта готовы оказать помощь нашим соседям, попавшим в беду. К помощи соседям активно подключились не только простые анапчане, но и бизнесмены Анапы. Например, Виктор Климов и компания «Партнеры Перспективы» тоже организовали сбор помощи на улице Новороссийская, 72. Туда можно также приносить вещи и продукты. Сотрудники компании отдали однодневный заработок в помощь крымчанам. Это сделает еще не поздно и другим предприятиям Анапы. Сейчас любая помощь очень важна и нужна нашим соседям. Напоминаем, что материальную помощь можно перечислять на расчетные счета Красного Креста и благотворительного фонда «Цветик-семицветик», который можно найти на официальном сайте администрации Краснодарского края и на нашем сайте anaparegion.ru. И по последней информации, продуктов питания и одежды в Крымске уже предостаточно. Остается острая нехватка моющих средств и бытовой химии, халатов, галош, перчаток. Не хватает постельного белья, полотенец, матрасов и одеял. В Анапе продолжают работать пункты сбора помощи. Они располагаются во второй школе, библиотеке имени Пушкина и управлении по торговле. Туда можно принести вышеперечисленные предметы и передать любую другую гуманитарную помощь. Также в самом городе не хватает рабочих рук. Если у кого-то есть желание и возможность помочь соседям, то автобус с волонтерскими отрядами отходит в Крымск ежедневно в 9 часов от администрации города. Далее прогноз погоды, но сначала небольшая рекламная пауза. Спонсор выпуска торгово-развлекательный центр Алиса и магазин мужской стильной одежды Франт, в который поступила новая летняя коллекция для жаркой анапской погоды. Скидки на весь ассортимент от 5 до 40%. Не переключайтесь. Магазин мужской одежды Франт не перестает радовать своих посетителей новинками мира моды. Здесь каждый подберет себе вещь по вкусу, как на каждый день, так и на торжественное мероприятие. Экспериментируйте, пробуйте, ищите и найдите свой индивидуальный гардероб вместе с магазином мужской стильной одежды Франт. Торговый центр Сорелли, улица Горького, 42, первый этаж. Торгово-развлекательный центр Алиса. Покупай с удовольствием. Одежда и обувь, косметика и парфюмерия, товары для детей, отдых и развлечение. Торгово-развлекательный центр Алиса. Угол Краснодарской и Горького. Покупки в радость для всей семьи. Завтра, 12 июля, в Анапе малооблачно, местами, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха плюс 25 ночью и до 28 днем. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 20 градусов тепла. На сегодня это все. Далее реклама от партнеров программы производственного предприятия «Миргуре-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапская производственная предприятия «Миргуре-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка. Развитая инфраструктура. Срок сдачи 14-этажного жилого дома. Третий квартал 2012 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.